Говорит Черкесск В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте, вот что главное. В Карачащике откроются филиалы фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В станице Преградное завершается строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену. Республика увеличила отгрузку зерна кукурузы и свежих овощей. И последний звонок для выпускников Карачащики в этом году прозвенит 22 мая в понедельник. Далее подробности. В Доме правительства Карачащики состоялось совещание по исполнению поручений президента страны по вопросам реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Участники мероприятия рассмотрели вопрос, касающийся реализации планов, графиков, проведения работ по установлению местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, а также выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и постановки указанных объектов в Единый государственный реестр недвижимости. В Карачащики, как и других субъектах страны, готовится к открытию филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В настоящее время проводится ремонт здания филиала организации. Сотрудники фонда проходят соответствующее обучение в Российской академии народного хозяйства и гражданской службы в Пятигорске и проводится подготовительная работа по организации межведомственного взаимодействия. Региональный фонд будет координировать вопросы оказания помощи не только ветеранам специальной военной операции и семьям военнослужащих, но и всем ветеранам боевых действий. Здесь можно будет получить все необходимые услуги. Отделение будет работать во взаимодействии с Министерствами труда и социального развития, здравоохранения, МФЦ и другими ведомствами для комплексного оказания помощи. Фонд займется комплексным сопровождением военных, обеспечением социальной адаптации, обучением, содействием в трудоустройстве, а также помощью в оформлении и получении социальной поддержки. Он будет располагаться в республиканской столице по улице Гагарина, 24. Персональным сопровождением адресатов в поддержке займутся социальные координаторы, подготовленные фондом. Сайты госучреждений Карача-Черкесии перейдут на единую облачную платформу Госвеб. Это сделает взаимодействие с сайтом быстрым и удобным, а значит трудности с навигацией останутся в прошлом. Более того, это будет красивый дизайн и самая высокая степень информационной безопасности. К платформе будут подключены органы местного самоуправления, общеобразовательные и дошкольные учреждения, а также медицинские организации. На крупнейшей в России выставке будет установлен коллективный стенд Карача-Черкесии. Предприниматели в сфере туризма и гостиничного дела презентуют туристический потенциал республики на выставке Russia Halal Expo. Выставка состоится в рамках Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум 2023» с 18 по 20 мая текущего года в Казани. Регион предстоит компании в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Russia Halal Expo – крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов, которая представляет собой уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов и площадку для построения конструктивного диалога между участниками форума. В станице Преградной Урупского района завершается строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену. Готовность 81%. Сейчас здесь выполняется монтаж внутренних инженерных систем, крылец входов, системы вентиляции, новая дизельная электростанция, а также идут работы по чистовую отделку помещений. В Черкесске началась реконструкция каскадной лестницы, ведущей в парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Это одна из достопримечательностей города, чье преображение порадует как жители, так и гостей республиканской столицы. Работы по реконструкции завершатся к 1 сентября этого года. В Карачае-Черкесии, как и России в целом, продолжается весенний призыв. Сколько юношей в нашей республике получили повестки и где будут проходить военную службу, рассказал военнокомиссар региона Сергей Белобородов. Традиционно в нашей республике призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля этого года. С республики более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы, в ряды вооруженных сил, войск национальной гвардии и министерств чрезвычайной ситуации. Часть из всего, наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе. Ну и почти третья часть уйдет в войска национальной гвардии. Карача-Черкесия увеличила отгрузку зерна кукурузы в 4 раза и почти на 1 тысячу тонн свежих овощей. С начала 2023 года Северокавказское межорегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало отгрузку 35 тысяч тонн подкарантинной продукции при ее вывозе с территории республики. По сравнению с предыдущим годом, наша республика серьезно нарастила поставки зерна. Больше всего зерна направлено в Астраханскую область, а также в Краснодарский край и Дагестан. Помимо зерна из Карача-Черкесии идет отгрузка тепличных свежих овощей. С начала года их отправлено более 5 тысяч тонн. В первом квартале текущего года в банковском секторе республики выявлено 3 банкноты Банка России номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки. Это в 2 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время за 3 месяца текущего года на территории Карача-Черкесии не было обнаружено ни одной поддельной банкноты иностранных государств. Для сравнения, за январь-март 2022 года нашли две поддельные банкноты по 500 евро, сообщили в пресс-службе отделения Национального банка Республики Южного главного управления Банка России. Проверить банкноты на подлинность жители Карача-Черкесии могут в специальном мобильном приложении «Банкноты Банка России». В Карача-Черкесии прошел образовательный семинар «Единые стандарты кавказского гостеприимства». Мероприятие было нацелено на повышение качества оказываемых услуг в индустрии туризма и гостеприимства, а также совершенствование системы подготовки кадров Северокавказского федерального округа в этом направлении. Так, участники обсудили туристический потенциал и стратегический приоритет развития туризма в регионе, межорегиональную интеграцию Северокавказского федерального округа, единые стандарты кавказского гостеприимства, технологии эффективного операционного управления отелем и сотрудничества с национальными и региональными туроператорами и другие актуальные вопросы. Учебный год подходит к концу. В этом году Министерством просвещения страны рекомендовано провести праздники, введенные даты для всех регионов России. Последний звонок для выпускников Крача-Чекесии прозвенит 22 мая в понедельник. В текущем учебном году 9 класс оканчивает более 5600 учащихся, а 11 класс – более 1600. В 2023 году коронавирусных ограничений не будет, поэтому и праздничные мероприятия, посвященные празднованию последнего звонка, пройдут в очном формате. В Крача-Чекесии открыт летний набор на курсы программирования для школьников «Код будущего». Они состоят из четырех модулей по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые 2-3 модуля, остальные – осенью этого года. Записаться можно на 19 программ от 12 ведущих вузов и IT-компаний. Уточнить наличие мест на отдельных курсах и площадках можно на странице проекта «Код будущего». Обучение бесплатное. Старт в июне этого года. Для участия нужно выбрать курс, подать заявление на госуслугах – госуслуги.ру, фьючеркод и пройти вступительные испытания. Напомним, на летних программах «Кода будущего» можно изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, языки программирования PHP, JavaScript и другие. Успешно сдав экзамены, школьники получат сертификат об окончании курса. Прием заявок продлится до 31 мая текущего года. Преподаватели и студенты кафедры лесного отдела Северокавказской государственной академии провели уборку на берегу реки Большой Зеленчук в селе Даусуз. Мероприятие стало внеочередным всероссийской акции. Так, студенты после выездного практического занятия на базе питомника Урупского лесхоза не смогли пройти мимо скопления мусора и провели уборку почти полукилометровой береговой линии. В Центре молодежного и инновационного творчества в Черкесске состоялся показ документального фильма «Вместе мы и сила», включающего экскурс по истории Донбасса к неотъемлемой части России, сюжет о герое России Канамате Баташеве и интервью с участником специальной военной операции Астемиром Шибзуховым. Картина снята в рамках проекта преподавателя истории Карача-Черкесского технологического колледжа Арсена Карасова. Напомним, проект получил грантовую поддержку Фонда культурных инициатив и направлен на формирование устойчивого понятия о тесной исторической взаимосвязи Донбасса, развитие чувства патриотизма, а также повышение интереса детей к истории России и сохранение исторической памяти. Двухсотлетняя сосна Архыза претендует на звание «Российское дерево года». Проголосовать можно на сайте Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» до 1 августа текущего года на сайте Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы». Сосна поляны Таулу в списке под номером 19. Она произрастает на знаменитой в среде горных туристов и альпинистов поляне Таулу, с которой начинаются многочисленные горные маршруты и на которой расположены гостевые дома, кемпинги и простые палатки. Крупное, очень красивое дерево сосны возвышается над остальными деревьями и служит украшением поляны. Дерево почитается как простыми туристами, так и профессиональными альпинистами. Оно было признано памятником живой природы и пополнило национальный реестр старовозрастных деревьев в России. В Черкесске прошел интересный мастер-класс по гончарному ремеслу, который длился два дня и был организован для двух групп участников. В рамках мастер-класса участники изучили основу гончарного дела и научились создавать изделия из глины своими руками. Опытный мастер поделился секретами мастерства и показал участникам, как правильно работать с гончарным кругом, выбирать формы для изделий и подбирать нужный вид глины. Каждая группа участников имела возможность создать несколько изделий, которые они могли забрать с собой домой в качестве сувениров или подарков для друзей и близких. Подобные мастер-классы будут проводиться и в будущем, чтобы еще больше людей смогли познакомиться с этим увлекательным и полезным ремеслом. Федерация шахмат Карача-Черкеси провела республиканский турнир, посвященный памяти многократного чемпиона республики Альберта Шаманова. В абсолютном зачете победителями стали Мухтар Лайпанов, Аслан Тишелев и Александр Ковенко. Ну и последняя информация. Наши спортсменки Илья Ахмедова и Сабина Шевхужева стали серебряной и бронзовой призеркой, соответственно, всероссийских соревнований по тэквондо Кубок Рязанского Кремля среди девушек 12-14 лет в Рязани. Победители состязаний получили привилегированную позицию при жеребевке на первенстве России. Кубок Рязанского Кремля ежегодно собирает около полутора тысяч участников и является рейтинговым. Впереди у тэквондисток тренировочные мероприятия по подготовке к первенству России среди юношей и девочек 12-14 лет, которое состоится в июне в городе Шахты Ростовской области. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным оригинальных синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В горах местами плюс 9-14 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется слабая лавиноопасность. В республиканской столице без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Столбик терминометра поднимется до отметки плюс 21. Субтитры предоставил DimaTorzok Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нирова.